В Олегминском районе продолжается строительство газопровода «Сила Сибири». В будущем проект в том числе станет основой газификации района. Но и сегодня ведущееся строительство приносит пользу населению. Какую, расскажет Елена Фаст. Продолжаются работы по строительству трубопровода «Сила Сибири». Объемы большие, в работах задействованы ряд подрядчиков, непосредственно исполняющих работы. Одна из них – «Стройтрансгаз» трубопровод «Строй». Базируется на территории Солянского наслега в Олегминском районе. Подрядчики – частые гости в селе. Глава наслега изначально простроила диалог о сотрудничестве. Таким образом, не имея своей тяжелой техники, удалось решить проблему сноса ветхих домов. На месте одного из них вот-вот начнут строить уже своими силами зоны отдыха. Были там вывезены у них дома старые, разобранные, вывезены на мусор, чистимым. Постоянно помогаем. Чем можем, тем помогаем. Но главным достижением стало трудоустройство местных кадров. Еще две подрядные организации приняли на исполнение работ жители наслега. Есть у нас Ленская грузовая компания и Нояберская компания, которая из Ямала-Ненецкого округа. В них на сегодняшний день работает свыше 20 человек из нашего Солянского наслега. В основном это молодые люди. Мы очень рады, что они трудоустроены и что на сегодняшний день они приносят доход в семьи. В семьи, которые, значит, в основном это молодые люди, молодые семьи. И это для нас очень большая поддержка. Да, работа вполне устраивает. Как в плане оплаты труда, так и графика. Условия приемлемые. Есть планы и в отношении Ноябрьск-нефтегаз-спецстрой. Организация строит дороги для проекта. Кроме трудоустройства они готовы помочь селу с осушением территории. Сейчас сильно заболоченные. Со дня на день глава ожидает проект, согласно которому подрядчики готовы помочь исполнением. Не остались без внимания и социальная сторона. К 9 мая «Стройтрансгаз» «Трубопроводстрой» подготовили подарки для участника войны, проживающего в селе, и ветеранам.